Сегодня у нас в гостях волонтеры шумкенского клуба Добряков Гульнара Солменова и Довран Сатиев. Здравствуйте, я вас приветствую. Здравствуйте, доброе утро. Гульнар Довран, расскажите, пожалуйста, как вы попали в клуб, как вы в нем закрепились и какой был первый выезд на Доброе дело? Ну как получается, с появления инстаграма много публикаций смотришь, там детки больные, там помощь просят. И вот листая, там перекидываешь деньги, мимо никак не пройдешь. И наткнулась на страничку клуба Добряков. Там не было сбора денег, там вещами, а у меня было очень много лишних вещей дома, постельное белье. Вот мне началось с курпешек, мне там лишних, и как отар, курпешки выразят. И вот повезла. Это было первое пожертвование, да? Да, да. Сначала, да, хотела передать и повезла к Наргиз домой, я так познакомилась с админом. Это администратор клуба Добряков. Да, с админом клуба Добряков, Наргиз. И вот получается, я передавала потихоньку. И как бы люди друг друга притягивают же одного типа. Альтруисты. И вот получается, втянулась. Сначала, давайте говорю, может еще чем-то помочь надо. Я могу сказать, это у меня в крови немножко. У меня родители простые люди, но они... На железной дороге работал папа. И на вокзале кто-то, если отставал от поезда, там документы терял, папа приводил домой. У нас всегда были чужие люди, которым нужна была какая-то помощь. И мама у меня, получается, у нас соседи, когда родители умерли, пока все это передряга, они у нас жили четверо детей. Это еще 94-е годы, когда голод, ну как у нас проблемы были. И вы познакомились как раз с детством, да, с этим качеством доброты, да? Ну это получается, да, тянулось к этому, получается. И вот с Наргит как-то вот пошло вот это все. Первое время тоже было что и у всех. И перегорали, и депрессия, и слезы, обида. Если что-то не могли мы помочь, потому что закрываются двери, да, некуда. Нашли мы на улице человека, его некуда везти, получается. Некуда, вот, он даже не, вот, был случай, не гражданин Казахстана. Вот, не знаем, в мечеть, уже волонтер у себя приутил. Мы уже начали выбивать, слава богу, мы это закончили. Нашли в Алтайском крае родственников, все документы восстановили. Мы подключили волонтеры Новосибирска, там волонтеры Ирины Казе, поисковики, как это, фейсбук, там волонтеры, поисковики тоже. Гульнар, теперь давайте подключим и Добрана тоже, да, к нашему диалогу. Какой был приход ваш, да, в клуб Добряков, и какое было первое доброе дело? Спасибо за то, что пригласили, доброе утро еще раз. У меня вообще это все началось вот как раз в этом году, в августе месяце, мне, братишка, в инстаграм, в соцсетях тоже так же, я увидел пост про клуб Добряков. Ну, я думаю, ну, я сам тоже дома, мы так же помогали, ну, как мясо раздаем, да, именно там год-два раза только, да, Курбанайт, да. То есть до вступления в клуб каждый из вас этими добрыми делами и занимался? Занимались, да, уже практически. И попал, получается, с ней, с ноги зазвонился с админом, говорю, вот так, вот так, у меня тоже занимаюсь, ну, практически чем-то похожим на то, что вы занимаетесь. Можно ли узнать поближе, да, что у вас, что это из себя представляет, волонтером стать? Она говорит, все, окей, дала свой номер, группу у нас в WhatsApp, да, то есть есть своя группа, туда меня подключила. Очень интересные люди, на самом деле, с одной стороны, да, вот, Бульнара, еще много очень волонтеров с разных сфер вообще. Все мы обычные рабочие люди, которые, да, у всех есть свои семьи, у всех есть своя работа, у всех, ну, как бы, время, да, и вот мы уделяем свое время, свободное свое время. К примеру, в случае, когда мы ездим, проверяем семьи, я беру обеденный свой перерыв или после рабочего дня. То есть езжу, проверяю, это дополнительно для меня будет, ну, как бы, это мне самому интересно, чтобы помогать другим нуждающимся людям. В нашем клубе очень много, наш клуб очень много вращается с семьей, которые нуждаются в помощи. Последние случаи, очень много было случаев, девушка тоже, да, ничего не было у нее абсолютно, то есть, съездив к ней домой, на самом деле, все это, все увидев. Убедились, да? Да, убедился и, на самом деле, задумываешься иногда. Это всегда очень морально тяжело, да, и вы не зря заговорили о том, что главное удержаться, да, еще в клубе, видя ежедневно фактически такие подобные ситуации. У нас вот волонтер наравне со мной пришла, она баловин судьбы, можно сказать, единственный ребенок в семье, ничего плохого, ну, как бы, жила у родителей на ладони. И вот, видимо, тоже наткнулась на специальный грамм, пришла тоже, позвонила к Наргезе, взяла семью, поехала, хотела купить продукты. Повезла продукты, позвонила после, увидев, и она рыдала. Она рыдала, она никогда не думала, что люди могут жить в таких условиях. И вот она, несмотря на свой возраст, как бы, она очень молода, она сейчас с нами, не сломалась, не ушла. Она до сих пор с нами, Евгения. Вот такие вот держатся, а бывают, не выдерживают. Это просто ты живешь своей счастливой жизнью, и вот это вот, когда видишь, что что... Это познание другого мира, да, тоже? Да, это совсем другой мир. Там дети-инвалиды особенно, вот, когда посещаем детей-инвалидов в интернаты, да, очень тяжело видеть этих деток. Потом дома у нас бывает, приходим домой, мы переписываемся, тяжело просто. Но каково ощущение уже после, когда вы действительно помогли этим людям, которые очень нуждались? Это нереально. Это, знаете, это непередаваемо. Это, на самом деле, да, такой непередаваемый, огромный кайф. Счастье. Когда человек... Вот буквально про эту семью я продолжу. Буквально мы, я ездил, проверил, получается, мы сделали пост в Инстаграм, Гиза сделала. На следующий день туда привезли, там сделали и ремонт полностью. Ремонт начался. Привезли уголь. Я сам был свидетельный. Печку купили. Да, новый, там девушка одна, она тоже... Многие у нас не хотят имена говорить, мы хотим поблагодарить их, но они многие отказываются, да. Девушка одна за одну ночь шла, такие шторы красивые. Мы ей еще, как установим, это все покажем. Шторы, новый ковер привезли. Холодильник, да. Дети так радуются. Сама девушка, она, знаете, вот такие слова сказала, говорит, знаешь, говорит, Давран, я не знаю, говорит, что сейчас происходит. Дети, говорит, смеются, говорит, мама, смотри, говорит, а если это сон, ты, если ты, ну, сейчас проснешься, она такая, да, типа, такое, что это сон ли это, да, проходит. Ну, человек, как маленький, он граждает, да, радуется. Так много у нас в городе добрых людей. Это все, кто-то вот ковер, кто-то холодильник, кто-то костюм, кто-то что может, да, и у нас одна счастливая семья. Гульнара, Давран, как изменилась ваша жизнь вот со времени вступления в клуб, да, когда вы уже стали ежедневно как на работу ходить, людям помогать? Ну, лично мое изменилось как? Я перестала как бы, забыла про себя. Раньше депрессировала по всякой, можно сказать, оказывается, по всякой ерунде депрессировала. Сейчас у меня как бы жизнь кипит, мне 46 лет, но такое ощущение, как будто мне 19-20 лет. Вот наравне с молодежью. Молодеете, да? Да, получается, вот, неверно изменилось. То есть доброта, которая проявляется к другим, она придает еще и сил, да, таких моральных жизненных. Да, это оказывается, мне в жизни этого не хватало. Давран, как у вас изменилась жизнь? Изменилась очень круто, на самом деле, потому что я сам себе всегда говорил, с друзьями сидели, знаете, ребята, ну, где-то что-то много денег не тратим, зачем расходовать, да, многие расходы. Почему? Потому что есть люди, которые утром просыпаются, думают, как бы сегодня погулять, как бы сегодня потратить деньги. А есть люди, которые просыпаются, думают, как же сегодня заработать на хлеб. То есть вот эти вот очки, как мы говорим, да, снимаются, ты знаешь, люди выживают. Есть, которые люди, ну, очень много людей, которые выживают в этой жизни. У вас пробудилась некая ценность, да, потратив? Да, ценность вообще по всему материалу. Как-то помочь, как-то изменить их взгляды на жизнь, что они не одни. Самое главное, чтобы они оказались, как говорит Желудос, она уже вперёд смотрит, она уже планы строит, это нас радует. Потому что бывает, что человек просто лентяй, можно сказать, тунеядец. Ему приносишь, даёшь работу, находишь, всё сделаешь и ждёшь результат. А человек не хочет двигаться вперёд. Вот это нас расстраивает. Вот, ну, вы знаете, да, мы только до трёх месяцев можем помогать. Но мы совсем ещё ни одного не бросили. Нет, не отбывает, да. Звонят там, трудности какие-то у них. На совсем бросить всех у нас не получается. У нас уже получается около 300 семей, которые за два с половиной года, которых мы, новых мы поддерживаем плотно, а тех поддерживаем. Помогаем всё-таки. Гульнар и Довран, я желаю, чтобы у вас были и силы на то, чтобы и дальше помогать, и чтобы была эта ответка, да, о которой сегодня шла речь сейчас. Ну что ж, спасибо вам, что вы пришли к нам в гости. Это всё, всё. Поздравляем вас с этим праздником. Да, с праздником. Это, в первую очередь, ваш праздник, тем, кто делает эти добрые дела. Мы дарим вам газету «Рабат». Хотела сказать, спасибо. Читайте. Да, мы, кстати, его читаем постоянно. Будьте в курсе событий нашего региона. Всё. Спасибо вам большое. С праздником. Спасибо.